В ближайшее воскресенье переславцы будут выбирать себе мэра. На этот пост претендует шесть человек. Борьба между кандидатами развернулась нешуточная. В законности некоторых приемов введения предвыборной кампании уже разбирались избиркомы, суды и прокуратура. С подробностями Нина Свечникова. Сегодня в преддверии дня тишины ситуация в Переславле накалилась до предела. С утра в особенностях предвыборной борьбы разбирался Ярославский областной суд. Туда обратился один из кандидатов, руководитель переславского предприятия Николай Северин. Он уже во второй инстанции добивался снятия с дистанции своего соперника по выборам, действующего главу района Дениса Кошурникова. На том основании, что тот якобы нарушил правила введения предвыборной агитации и его расходы превысили размер избирательного фонда. Однако Фемида вторично не согласилась с доводами истца. Сегодня Ярославским областным судом была рассмотрена апелляционная жалоба кандидата Северина на решение суда первой инстанции по настоящему делу. Ярославский областной суд отказал в удовлетворении этой апелляционной жалобе и признал законным участие кандидата Кошурникова Дениса Викторовича в проведении избирательной кампании в досрочных выборах мэра города Переславля-Залесского. В свою очередь представители штаба Кошурникова усмотрели незаконную агитацию на местном телевидении. Анонс телефильма, который всю неделю крутили по Переславскому телевидению, по их мнению бросал тень на их кандидата. Сам фильм собирались показать перед нём тишины, но в штабе решили сыграть на опережение и не допустить этого. Мы верим, что данный сюжет не будет пущен в эфир. Мы надеемся, что избирательная комиссия, куда мы обратились, прокуратура, областная избирательная комиссия, примут решение о признании этого сюжета незаконным агитационным материалом, который не может и не должен распространяться в телеэфире, поскольку это нарушает требования избирательного законодательства к проведению предвыборной агитации в СМИ. И сегодня же избирательная комиссия Переславля после внимательного изучения видеоматериалов вынесла своё решение по этому поводу. Комиссия сочла, что и анонсы фильм не содержат предвыборной агитации и могут быть показаны в эфире. Нина Свичникова, Владимир Чернов, Городской телеканал.